Ну, сначала я должен напомнить, что не в героях дела. То есть, важно не столько, кто на первом плане в произведении, или не на первом плане, а важен автор. Хотя выбор героя тоже, конечно, характерен, тоже важен. То, что Пушкин в «Капитанской дочке» выбирает почти фанвизинского героя, недоросля, провинциального молодого человека, попадающего в пламя гражданской войны, в пламя крестьянского бунта. И именно здесь испытывающегося на то, чтобы остаться верным чести, чтобы остаться верным благородству, испытывающим на мужество. Это, конечно, все не случайно. Так же, как не случайно Лермонтов выбирает героем Печорина, человека, для которого завет прощать и любить никаким образом не актуален, не существует. Это важно, но с обломом особенно интересно. Казалось бы, что может быть в 2016 году интересно школьнику, школьнику 15-летнему, школьнику, который уже в 21 веке родился, что может быть ему интересно в фигуре ничего не делающего дворянина, помещика, жившего в середине 19 века. А ведь сама фигура облома – это фигура очень и очень сложная. Школьные учебники и школьные уроки по традиции, я бы даже сказал, по инерции, относятся к облому вот так, как к нему отнесся Добролёва в статье «Что такое обломовщина?». То есть это бездельник, которого развратило владение крепостными слугами. Вот если бы вместо него никто ничего не делал, он бы, как Штольц, как его антагонист, привык бы к тому, что нужно трудиться, нужна деятельность, нужна, и он был бы совсем другим. Но ведь Добролюбовская статья скорее говорит о Добролюбове и о том, как он и его единомышленники в его время прочли этот роман. А попробуйте сами составить представление об обломове и не пользуясь, или прочтите, например, Дружинина. Вот современник Добролюбов в том же, в 1859 году написавший совершенно другую статью о том, что обломов человек золотого сердца, и что он необычайно симпатичен читателю, и что он дорог читателю тем, что он никогда никого не предаст и не продаст. И, казалось бы, ну и оставим в 1859 году этот спор. А ничего подобного. В 80-е годы прошлого века, то есть в 1986 или 1984, 1985, я сейчас точно не помню, в одном из провинциальных журналов, по-моему, это был журнал «Простор», который выходил в Алма-Ате, появилась статья о современном критике. Называлась она «Как живете, обломов?». Смысл этой статьи был такой. Обломов — это героический характер. Обломов — это главный положительный герой романа. Я выложил эту статью у себя на сайте и предлагаю своим ученикам эту статью прочитать. Она просто в малодоступном журнале была напечатана 30 лет назад. И, может быть, те соображения, которые придут вам в голову, когда вы прочтете эту статью, они как раз и оживят для вас этого героя. Потому что до сих пор о нем спорят. Вот что интересно. Спорят в фильме. Давний фильм, еще 80-х годов, про Обломова. Спорят в спектаклях, спорят в литературоведческих статьях. И наряду с теми, кто считает, что Добролюбов, раз он и навсегда правильно определил характер этого героя, есть люди, которые говорят, что Обломов — это герой, который не хочет участвовать в жизненной суете. Это человек, который посвятил себя своей душе, своему чувству. И роман — это не падение Обломова. Вот он, вот было, он чуть-чуть вроде бы пробудился в романе с Ольгой Ильинской. Ильинской, его зовут Илья, тоже не случайно. А в конце концов, он вернулся к Обломовке на Выборгской стороне, к Пшеницыной. Так вот, другая точка зрения, что он именно там, на Выборгской стороне, у Пшеницыной и нашел себя. Это роман, о котором до сих пор можно спорить. Это совсем не покрытый пылью и раз и навсегда понятый роман. Каждый школьник может, каждый читатель может что-то свое взять. Понимаете, кто-то, опять-таки, в школе есть такая традиция. Изучаем горе от ума и даем школьникам читать статью Гончарова «Миллион терзаний». Я бы давал эту статью читать тем, кому интересен Гончаров, а не Грибоедов. Потому что эта статья говорит не столько о горе от ума, о горе от ума говорит сам текст «Горе от ума». Ну, еще письмо Грибоедова Катерину. Сколько говорит о самом Гончарове, о его поиске деятельного характера, о его поиске современного Чацкого. Почему ему так дорог Чацкий? Потому что это герой, который, невзирая на то, что вокруг творится, он верен себе, он верен своим идеалам, и он заявляет о необходимости другой жизни. А пишет он, Гончаров, совсем другие герои. Пишет опошлившегося Адуева-младшего, пишет Илью Ильича Обломова, пишет художника Райского в обрыве. И это все до сих пор до конца не прочитано. Да и нельзя до конца раз и навсегда прочитать великое произведение. Спасибо. 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 Спасибо.